Когда спальному району случается уже лет 10, конечно, это все очень круто зарастает, все зарастает деревьями и, конечно, то, что там сверху, не знаю, 34-этажные дома, это вообще не напрягает. Прикольно, что эти дома стоят не стеной, а эти дома как бы там где-то вверху, а ты сам находишься среди зеленых зарастлых. Конечно, за это нужно благодарить климат в первую очередь, но и то, как это организовано, оно учитывает все. То есть вот традиционный заезд в такой небольшой ЖК, в котором несколько домов везде пешеходные и велосипедные дорожки и, соответственно, ограничение скорости 30 км в час. Еще, кстати, я заметил, что здесь очень гладкий асфальт, здесь очень гладкий асфальт, поэтому машины, даже когда едут 30 км в час или больше, то нет шума от колес. То есть в целом это снижает шума и ядно комфортно, что молодцы, что я о чем могу сказать. Ну и, конечно, круто, что здесь, допустим, уже вот район новый и здесь нет такой физки, что вот типа есть сиди, деловое, вокруг него спальные районы. Это стараются перемешивать с гостиницами и деловыми центрами. То есть, например, вот посреди фактически спальн района находится такое важное доминанта, важное здание, которое было построено в честь Олимпиады 2014 года. Ну вот, плотики здесь, всякие культуры и так далее. В общем, китайцы научились, научились в урбанистику.